Подвижничество Сергия Радонежского О Сергии Радонежском ортодоксальная наука говорит, что этот замечательный человек сумел объединить Русь перед лицом нового ордынского нашествия, чем и спас ее. Но тогда почему этого христианского подвижника, объединителя Руси, русская христианская церковь, канонизировала только в XIX веке, да и то под нажимом общественности? В чем же вина этого христианского подвижника перед обществом? Перед русским обществом у него вины нет. Перед христианской церковью, несомненно. Западные кукловоды ожидали от Руси чего угодно. Допускали возникновение любой христианской секты. Но им и в голову не приходило, что русские сумеют совместить, казалось бы, несовместимое, создать на своей земле ведическое христианство. Поначалу Запад даже растерялся. Но после осмысления случившегося, темное жречество поняло, что имеет дело не с христианскими фанатиками, а с группой хорошо подготовленных волхвов, во главе которых стал и игумен одного из русских монастырей, Сергий Радонежский. Нужна была срочно его нейтрализация. Кроме этого, немедленное изменение религиозного курса русского общества. Но как нейтрализовать сильных ведических магов? Эти люди могли за себя постоять. К тому же, группа Сергия Радонежского, переложив часть древнего ведического знания на христианские термины, создала тайное православное мистическое учение – исихазм, обучать которому стало все русское духовенство. На Руси возникло против оккультного влияния темного жречества мощное, эзотерическое, нисколько не уступающее психическим силам Запада – защита. Надо было любой ценой дискредитировать учение русского подвижника и снова склонить чашу весов в свою пользу. Этим, используя законы управлениями, занялись хозяева иудохристианской цивилизации, а параллельно с ними взяли за ликвидацию ведической заразы в православии объединенные в единый кулак рыцарские орденские союзы. Тевтонский орден, заручившись поддержкой польских королей, вплотную придвинулся к границам ведического Великого Литовского или, как его называли в то время, Русско-Литовского княжества. На юге в Карпатах венгерские армии начали штурм крепостей еще свободный от христианства Волховской Руси. Но самым главным действием Запада против русского ведического православия было организованное ими новое татаро-монгольское нашествие. На этот раз во главе с Мамаем. Хозяева иудохристианской цивилизации решили против непокорной Руси снова применить силу. Благо для них эта сила находилась рядом, под боком. Огромный улуз старшего сына Чингисхана, Джучи, управляемый Мамаем, не так давно принял ислам и был враждебно настроен ко всему христианскому. Нужно было заставить Мамая двинуть свои войска на Русь, прежде всего на Москву, туда, откуда покатилась по русской земле вся эта православная сергиевская зараза. На Западе, особенно в Константинополе, хорошо знали, что московский князь Дмитрий, подстрекаемый Сергием Радонежским, настроен отмежевать русскую православную церковь от византийской, поставить над ней своего, московского патриарха и этим объединить в единое целое все русские земли. С реформатором-князем надо было покончить все как можно скорее. Тем более, что все попытки оккультного программирования князя оказались неудачными. Группа Сергея Радонежского прикрыла психику московского владыки надежно. Значит, осталась одна надежда на войну. Западные психологи и оккультисты очень скоро убедили Мамая, что его война с Москвой настолько усилит Золотую Орду, что он, как хан и полководец, легко сможет соперничать с самим Тамерланом. Как и полторы сотни лет назад, в Ставку Кочевников, правда, на этот раз не в Каракарум, а в Царай, пришло из Европы многочисленное посольство. Запад помог своему новому ставленнику деньгами, оружием, специалистами по взятию русских крепостей и даже воинским контингентом, генуэзской пехотой в частности. От Мамая его союзники требовали одного – как можно скорее уничтожить Московскую Русь, разрушить ее города, сжечь дотла села и деревни, не оставить камня на камне. Потом, после гибели Московии, все силы навалиться на Новгородскую Республику, превратить в пустыню и ее. Тем более, что Мамаю помогут. В борьбе с Москвой на помощь ему придет литовский католик Егайло. О войне с Новгородом его поддержат ливонские рыцари. Не надо думать, что московский князь Дмитрий не пытался вразумить Мамая. Русский князь понимал, что Запад толкает ордынского владыку на верную гибель. В своих посланиях он прямо говорил об этом хану. Но программированная психика властелина Золотой Орды доводов русского князя не принимала. И вот весною 1380 года огромная степная рать Мамая двинулась от Волги к Дону. На Руси до сих пор бытует поговорка «Как Мамай прошел». Относится эта поговорка не к самой Руси, а к землям Дона. Именно по Дону шло воинство Мамая, сметая все на своем пути, разрушая брошенные населением городки и крепости донских Ассаков или, как их называли на Руси, Кас-Саков, позднее казаков. Для ведического населения Дона Ивановича принятием ордой магабитанства означало скорую гибель. Потомки древних ариев, Ассаков или скифа-сарматов, жители Донского края при любых завоевателях жили независимо, владея прекрасным, одинаково приспособлены для реки и моря флотом. В случае нападения врагов они со всем своим скарбом уходили на острова, а после нашествия, договорившись с пришельцами, снова заселяли разоренные, брошенные земли. Конечно, донские Ассаки тем или иным завоевателям платили дань, но дань не была для них тяжкой. Традиционно давали ее конями и рыбой. Ни один завоеватель не пытался уничтожить Ассов Дона только по причине несогласия с их религией. Пошла на такое только Золотая Орда, да и то после принятия ею ислама. И Ассаки с берега своей священной реки ушли на Русь. Они покинули ее раньше нашествия Мамая. Поэтому Мамай, кочуя вдоль Дона, сжигал уже брошенные людьми селения. На Руси же перед донским населением встал выбор. Что делать? Остаться с христианами или пойти на поклон в Орду и принять ислам. Второе решение давало возможность снова вернуться на Дон. Но тогда надо будет воевать против великорусов, людей одной крови, одного языка и близкой культуры. Все решило знакомство Ассаков с христианством Сергия Радонежского. К своей радости дончаки большой разницы в новом учении по сравнению с древней своей религией не увидели. Тем более православное христианство позволило сохранить традиционное донское самоуправление и институт волхования и даже ведические свадебные обряды. Иосаки Дона приняли решение стать ведическими православными христианами и помочь русскому князю разгромить Золотую Орду. Все учли кукловоды Забада. Все, казалось бы, рассчитали. За все заплатили. Но вот этого фактора не учли. Не учли они, что живое учение Сергия Радонежского подарит Дмитрию Московскому отборный десятитысячный полк с Дона. Вернее, не с Дона. Казаки собирались теперь со всех мест Руси, куда были вынуждены переехать. Но это дело не меняло. Десять тысяч покрытых непроницаемой стальной броней всадников на рослых прикрытых кольчугой конях собрались у стен Коломны и оттуда резвым маршем двинулись навстречу сорокатысячной литовской армии, идущей к Мамаю Егайло. В армии литовского католического князя более половины воинов были из Полоцкой Руси. Естественно, христианство они не принимали. Но, встретившись с казачьими разъездами, в разговорах поняли, что московское христианство им не враг. Его даже приняли консервативные воинские дончаки. Так что воевать с Москвой не стоит. В армии Егайло стал назревать бунт, и литовский полководец вынужден был двинуться назад в свое княжество. Добившись такой вот бескромной победы, казачий десятитысячный корпус во главе с атаманом Тмаром устремился вслед ушедшему к берегам Дона московскому войску. Казаки немного опоздали. Когда их конница появилась на берегу Дона, Куликовская битва была в разгаре. Походный атаман Тмар и его окружение видели, что левое крыло русских прогнулось, а у татар на Красном холме есть резервы. Кроме того, там же на холме лагерь и ставка самого хана. Тут же созрело скорое решение атаковать Красный холм, и казаки, перейдя Дон, сходу набросились на последний резерв Мамая у лагеря. Почти в одно время с их ударом родственник князя ведун и полководец Боброк обрушил свой запасный полк на измотанной долгой сечей правое крыло татарских туменов. Боброк видел, что у Мамая на Красном холме есть свежие силы, но выхода не было, иначе русскому войску грозило окружение. Каково же было его удивление, когда с Красного холма, заглушая рев битвы, раздался мощный многоголосый хор. Осаки Дона, а такой личный тумен Мамая запели гимн Перуну. Через несколько минут гимн древнерусскому ведическому богу подхватило все русское войско. Пели его и ведуны, и христианские священники, пели все, пел и сам Боброк. Перу, божественный ратник золотых ветв, Перу, дарующий силу вещи, силу звонку, благородную, Перу, ты, священный огонь, ты, живой огонь, воссиявший радостным многосветьем цветов первозданных. Перуну, Бог искрометный, вера небесная, Бог бесстрастный правдой небесной, ты всегда первый в очистие варенья, ты слышишь загущих тебя, мое сердце честное, сердце твоем вещи, и храню я честь и достоинство, вспоминая о честной доблести твоей, ты вложил мое тело оружие, чистоту души моей света, тот божественный дар сохраню я, огонь, вещь, священный, хлебом, сыпком своим я тебя одарю, появись в моей жизни окон пламенным, чтобы видеть мне все, проявись в моей жизни словом пламенным, словом мудрости, и пусть правит оно моей жизнью, велика твоя суть, родом данная, ты открыл мне путь, и пусть будет так, и пусть будет так, и на все века, слава тебе, родич Перун, слава тебе, родич Перун, слава тебе, родич Перун, бог чистоты жизни моей, бог славного огня вечного, бог, соединяющий силы мои в благодать великую, истинную, слава тебе, гои Перун, бог, и ночью и днем, ты всегда со мной, ты сияешь всегда разноцветием огня. Над Куликовым полем 8 сентября 1380 года звучал гимн Победы Русичей, о том, что войско Русичей, сражаясь с Мамаем, пело гимн Перуну, написал даже Татищев, о казачьей летописи и песне рассказали, кто его начал петь и каким поражением мусульманам закончилась та грандиозная битва. Князь Дмитрий, теперь уже Донской, после своей победы, стоя над телом погибшего атамана Тмара, поклялся бывшим домчакам, что Дон Иванушка теперь их. Они его завоевали своей кровью, и его род, род потомков Рюрика всегда будет считать эту землю только казачьей и никогда эту клятву не нарушит. Надо сказать, что русские московские владыки, потомки Рюрика, клятву князя Дмитрия сдержали. Последний из Рюриковичей, царь Иван Васильевич Грозный, за то, что казаки помогли ему покончить с ханством Казанским и Астраханским, подарил им на владение Доном свою грамоту. Но это уже другая тема.